то есть следующее что вам понадобится для того чтобы мне оппонировать вам придется нарисовать человеческую память на доске потому что эти вещи должны храниться у вас в памяти для того чтобы вы могли доставать в определенный момент времени превращать технические элементы в бою так вот я хочу чтобы вы нарисовали на доске устройство человеческой памяти и показали как у вас в памяти разложены эти элементы а потом чем отличаются трактаты друг от друга в чем разница почему одни считают это другие считают то а эти считают это эти считают потому что все трактаты это куски большой мозаики которую вы не можете себе сложить в единое целое по причине того что не знаете а языка б не имеете трактатов чтобы их переводить то что вам жалко 200 евро заплатив лондонской королевской библиотеки и вы не знаете устройство человека устройство памяти и вы точно не знаете как строится техника в воинской системе то есть вы если что-то не знаете то только касающиеся вас конкретно понимать а это только один блок памяти а их 5 только в оперативной памяти их 5 только в оперативной памяти человек 5 блоков оперативной памяти человек и каждый блок содержит наименование и систему технических элементов определенную чтобы вам было понятно я вам объясню например вот есть наставление по физической подготовке для вооруженных сил ссср там показано там образно говоря 10 приемов вот это механизм построения первого блока оперативной памяти так называемой безотказности то есть кто-то посчитал что эти 10 приемов безотказны на все случаи жизни это мнение того кто написал так ли это кто-то проверял кто-то не проверял узнает тот кто либо останется в живых либо погибнет в бою вот вот такая неприятность то есть если вы не понимаете кто это написал эту хрень если вы не понимаете что там содержится и будет ли оно эффективно в сегодня на сегодняшний день при сегодняшней войне не очень сложно сказать что с вами будет если вы учите 10 приемов конечно это круто когда вы одеваетесь как европейское рыцарство конечно это круто когда вы держите двуручный меч изготовлены на заводе сегодня в руках заплатив за него деньги конечно это круто когда вы позируете на фоне девушек одетых пасну по старому обряду как бы это все очень красиво наверное фотографы в восторге от того что вы им позируете они фотографируют и имеют такие красивые фотографии но к военной системе к воинской системе не имеет никакого отношения поэтому когда вы говорите традиционно традиционно что один чудак мне когда-то сказал я не вижу итальянских движений я говорю а ты вообще себе представляешь италию хоть хоть приблизительно что значит представляешь италию я знаю что в италии было громадное количество зон громадное количество представительств разных стран испании французские города испанские города итальянские города там и так далее он пьемонт разговаривал до 19 века на французском языке и даже итальянского не знали вы об этом знаете пол сицилия это франция кусками вот так вырвано вы об этом знаете нет как построена система вы представляете себе что та же сицилия устроена тремя направлениями в этом в этом в курсе этого а чё вы не в курсе а потому что вы никогда не исследовали ничего вы сложили свое мнение на основании авторитетов которые вам это донесли вы самостоятельной работы не проводили вы не усомнились ни в одном слове авторитет это так удобно так удобно ну нет я спрашиваю чудака одного говорю ты когда на сицилии был последний раз он мне говорит я никогда не было сицилию или откуда ты знаешь что там не медведи белые ходят не ракетный космодром какой-нибудь инопланетян ты хоть раз там был ты сходь с одним мастером на сицилии разговаривал а зачем когда есть авторитетные парни пишущие авторитетные книжки